Экс-Ю и ТА! Я так зачитал. Экс-Ю и ТА, точно. Можно по-другому проезжать. О, пожалуйста, караш опять заработал. У нас такие полевые условия съемки, очень нравится мне. Сегодня поговорим про тему, на которую поступило очень много вопросов, про криминал и ОПГ в сфере камней. Зачитаю буквально 3-4 вопросика. Всем привет! Добрый день! Сегодня у нас ответы на вопросы, Сина Джемс, да, про камни, добычу и всякое. И у нас в гостях сегодня мой товарищ Кимжуков. Я тут в качестве боздроида буду. Да, он будет мне задавать вопросы, потому что так веселее, интереснее всегда проводить, значит, видео наше. Немножко про Клим расскажу. Он военный историк, писатель. Если вы загуглите на ютубе, просто Климжуков напишите, вы все поймете. Сразу рекомендую. Очень умный товарищ. Так вот, кстати, давай пока я вопросы ищу. Расскажи нам, как ты претерпеваешь тут в плену, потому что очень многие волнуются и спрашивают. Очень хорошо. Плюс 32-35, практически пустой пляж все время, никого нет в Паттайе. Я считаю, что это один из лучших способов изоляции, самоизоляции, которые могли мне даже теоретически выпасть. Очень хорошо. Еда вкусная, воздух свежий. В общем, не беспокойтесь за меня, я скоро вернусь. И вот тогда можете волноваться. Ну, то есть, насколько я понимаю, ты между возможностью попасть в эти... В чумной барак. Да, в чумные бараки. Дело в том, что по приезду есть шанс, что... По прилету в Питер, да, есть шанс, что его заберут на... Карантин на две недели. ...принудительную изоляцию на две недели в бараке. И, ну, мы решили, что, наверное, здесь посидеть как-то комфортнее будет, чем в бараках. А так все хорошо. Мы за Кривом следим, не переживайте. Регулярно его кормим, он кушает, спит хорошо очень. Да. Тут есть дефицит, интернетная бумага, неограниченная. Да, да, да. И даже у нас есть запасы гречки небольшие. Значит, сегодня поговорим про тему, на которую поступило очень много вопросов, про криминал и ОПГ в сфере камней. И, зачитая буквально 3-4 вопросика, да, на самом деле поступило несколько десятков примерно на одну и ту же тему. Вот, например, Алена Даньшина. У меня вопрос для очередного видео с ответами для подписчиков. Пытались ли вас прессовать или подметь под себя рэкетиры? Есть ли у вас так называемая крыша? Если вы свободны, никто не дышит вам... Или вы свободны, никто не дышит вам в затылок? Ведь в России такое положение делал повсеместно. Спасибо заранее за ответ. Костя Костин. Доброй ночи. А как решаете вопрос безопасности? Ди Ферра, видимо, иностранец. Да, наверное, итальянец. Хорошо водит русским языком. Очень важный вопрос. А как дела с криминалом в этом бизнесе? Потому что все, что я смотрю на вас, как-то спокойно любой мог накопать камни и продать. У нас-то практически невозможно. Ну, у нас имеется в виду, наверное, Ниталии. Да, скорее всего. Эксью и та. Я так зачитал. Посмотри. Эксью и та, точно. Можно по-другому прочесть. Мостные по-другому. Знаю вопрос не совсем по теме, но не опасно ли приезжей женщине по бизнесу работать в странах, где вы работаете? Нет там каких-то проблем в этом плане? Я имею в виду, если бы вы были женщины, но тем же зарабатывали, вам бы это помешало или только на руку? Вопрос, кстати, правильный, потому что эта тема, она присутствует. Если бы ты был женщины, эта тема присутствует. Да, естественно, я об этом думаю. Так вот, значит, давайте рассмотрим ситуацию не в общем, да, а прямо по странам, где мы бываем, где ведем добычу. Начнем с Таиланда. В Таиланде все очень спокойно, совершенно безопасно 100%, я не слышал про какие-то грабежи, и даже если, например, теоретически с человеком, у нас просто были такие истории, да, с человеком, который перевозил частным образом камни, что-то случилось, ну, допустим, его забрали в скорую, да, у него сердце схватило. Вот я ехал там с пакетом камней из добычи, схватило сердце, меня забрали в скорую, мы знаем такие просто случаи конкретно, да, и медики, и полиция, прямо они пересчитывали все камни, которые у человека есть, все записывали, и потом по его выписке из госпиталя ему все это дело выдавали на руки, и просили пересчитать, проверить и расписаться, что все на месте. Какие хорошие люди. Организованные мафии здесь, кроме полиции и другой никакой нет вообще, а камни их особо не интересуют, потому что их главные доходы какие, как и в России у полицейских, это наше оценочное мнение, да, естественно, торговля наркотиками или крышевание торговли наркотиками, проституции, все такое, камни слишком сложно, да, надо иметь специальное образование, даже чтобы их крышевать, поэтому они стараются с этим не связываться. Да, значит, лицензирования здесь нету, то есть ты можешь открыть, например, компанию Klim James Incorporated, да, и спокойно заниматься производством, торговлей. Обычная рабочая виза нужна для этого. Да, да, и компания обычная, то есть никаких специальных там мега супер сложных получать, ничего не надо. Здесь свободный ввоз и свободный вывоз в любых количествах, то есть с пакетом сафиров, ограненных, не ограненных, ты можешь пересекать границу в обе стороны. Вот, дальше возьмем тут ближайшего соседа, это у нас где-то, действительно, добывают много хороших камней, хорошего качества. Давайте с Вьетнама начнем. С Вьетнама. Вот, значит, в Вьетнаме ситуация немножко другая, там есть добыча частная, то есть что имеется в виду, вот, мы с тобой жили-были, копали на огороде картоху, это наша частная земля, и однажды мы-то нашли, там, допустим, шпинель, начали ее добывать, да. Вот, там, значит, такая ситуация происходит, тут же у нас появляется что? Милый церковь. Куча родственников, которые считают, что эта земля на самом-то деле не совсем как бы и наша, поэтому у них там есть конфликт, есть серьезная напряженка, есть какие-то там истории криминальные, да, но это все только родственники с родственниками. То есть, видите, как бы деньги внезапно большие появишься, они делают семью намного крепче, в кавычках. Что происходит? Они составляют прямо расписание, я видел, например, участки земли, где вот эти 10 соток твоих, да, например, значит, первую половину сентября, с первого по 15 сентября там добывает тетя Люся, с 15 по 30 там добывает дядя Коля со своей семьей, потом, дальше, 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 и, например, Каждая семья за год, допустим, раз в 6 может там поработать, допустим, 10 дней, то есть там куча родственников, например, на твоем участке земли добывают шпинель 80 семей или там 20 семей, то есть такие ситуации я видел. Много родственников плохо. Да, и, естественно, у них постоянно какие-то ссоры, скандалы, и, соответственно, они предпринимают какие-то действия криминальные, да, но нас, как иностранцев, это никак не касается вообще, мы приезжаем прямо на место там к этой яме, где они там все ссорятся, у этой ямы, прямо мы видели, если как раз конфликты какие-то, серьезные скандалы, они что-то там друг на друга кричали, даже я видел, кидались шлемами от мотобайков, вот, но как бы не более того, да. Да, но время от времени кто-то кого-то там постреливает, оружие после Вьетнамской войны у них там примерно вот столько, да, я думаю. И есть другой вид добычи, вот, собственно, мы там когда-то были, и есть у нас длинный ролик об этом, да, добыча в Вьетнаме, погуглите. Как это выглядит? Это государственная территория, ну, допустим, там, гора Эльбрус, да. Стоит гора, она государственная, собственно, получается, что ничья. И местные жители обнаружили там жилы шпинелей, или рубинов, или сафиров, прям белый мрамор, по нему кувалдами лупят, и оттуда, значит, выпадают осколки. Там, получается, в чем ситуация, мрамор уже мягче намного, чем драгоценные камни. И вот раскалывается именно мрамор, а камни более-менее остаются в целом виде. Там немножко другая ситуация. Мы туда приехали, и, собственно, получается, что земля государственная, все ведут там добычу нелегально полностью. И мы тоже приехали, тоже могли вести там добычу нелегально. Но местные жители некие считают, что это все-таки каким-то образом и земля, потому что они там типа родились, и им нужно заплатить какую-то денежку, иначе они что-то сделают. Что сделают, мы не выясняли. То есть, как бы, вот так все непонятно. Это следующий этап. Попробовать добывать незаплательных местных. Интересно же. Ну, то есть, я думаю, что, во-первых, все полицейские там, все межсобо родственники, в том числе у них есть там двоюродный брат полицейский. Да, они могут просто ему позвонить, он берет, арестует, а своих он арестовывать не будет. Поэтому, собственно, мы заплатили, и мы чисто ради удовольствия для развлечения полупиридом кувалдами, естественно, на постоянный поток, ставить зарабатывание денег и наши судьбы, и судьбу успеха компании на нелегальную добычу смысла никакого нет вообще. Это несерьезно, нестабильно, вот, но, тем не менее, мы там просто ради фана полупили кувалдами, что-то там даже добыли. Но было довольно интересно. Вот, то есть, видите, в Таиланде полное отсутствие какой-то напряженки каминала, в Вьетнаме так уже, так себе. Слушай, а мне вот непонятно вообще категорически, потому что я не глубокий специалист, у меня суперглубокие знания происходят из фильма «Кровавые алмазы», конечно же, «Большой куш» в переводе, только в переводе «Гоблина». Так вот, и я знаю очень много историй из родной страны, там, Якутия и прочее, прочее, прочее. В том числе и с алмазодобычи, и с золотодобычи. Там вокруг имеется не просто какой-то криминал, а там настолько матерая организованная преступность вокруг, что ты близкой добычи не подползешь вообще никак, никакой. Все правильно, но это Россия, это же особенная страна. Хотя, казалось бы, там в силу очень сурового климата выхлоп в силу входящих расходов будет меньше, чем, например, в Вьетнаме. В Вьетнаме-то потеплее, я слышал. Россия необычная страна, не хочу говорить ничего плохого, а именно скажу необычная, да, в плане добычи камней тоже она очень необычная, то есть законы, ситуация, налоги, допуски, пропуски, перепропуски, лицензии, это все стоит столько и так сделано, что добывать вообще практически смысла нет никакого. То есть, ты знаешь, мы с тобой об этом говорили, что якутские бриллианты на выходе получаются чуть ли не в два раза дороже, чем те же австралийские, африканские, иезийские и всякие разные другие. Их добывать тяжело, и разрешающая система настолько непростая, что ой-ой-ой. Зачем так сделано, почему, непонятно. Казалось бы, да, берите налог, пусть люди работают, добывают те же изумруды, но вот, тем не менее, не могу каких-то дать комментариев на эту тему, прям профессиональных, потому что в России никогда с добычей дела не имел. Все, кто этим занимались, говорят, что это крайне-крайне сложно, напряженно, труднодоступно и т.д. и т.п. Самое главное, что я опять же от людей, которые заслуживают доверия, как мне кажется, слышу регулярные истории про очень суровый криминал вокруг камня и золото добычи. Причем очень суровый, то есть прямо сразу понимаешь, что если ты не государство, туда лучше не соваться. Да, или не полковник ФСБ. Ну я и говорю, если ты не государство. Далее, в Вьетнаме уже, в отличие от Таиланда, не свободный вывоз в ВОЗ, там нужно оформлять документы, и, допустим, существуют проблемы с вывозом ограненных камней. Зачем это сделано? Чтобы люди гранили внутри, чтобы дали работу ограничникам вьетнамским. Но опять же, вьетнамские ограничники грани рукожопы. Прям крайне вообще, то есть очень все криво. Поэтому мы, например, оформляли официальные документы на компанию, чтобы вывозить не ограны, а чтобы гранили здесь наши сотрудники. А теперь перейдем к одной из самых веселых стран в этом плане. Это Шри-Ланка. О да, даже я наслышан. Расскажи нам немножко про историю добычи и торговли камнями с Шри-Ланки. На Шри-Ланке нашли камни при царе Горохе. То есть очень-очень давно, глубоко в бронзовом веке. Потому что камни со Шри-Ланки... Вообще трудно себе представить, как они там в среднюю бронзу попадали в такие места. Ну, они, например, есть в тех местах, где жил царь Соломон. То есть в Палестине. В Египте они есть. То же самое. Это от Шри-Ланки, но в общем-то довольно далеко и теперь. А там тогда на лодочках, как они это все довозили, я вообще с трудом себе представляю. Тем более, какие там были лодочки-то еще. Ого-го. Так вот, очень много камней оттуда вывозилось. И есть масса камней, которые можно... Даже не камней, извините, а неких предметов, напоминающих камни. Это важно. Которые очень похожи на настоящие камни со Шри-Ланки, но которые являются стеклом. Да. Вот. Они прям по форме, по цвету однозначно имитируют. И уже непонятно, это прямо на месте, скажем, в Египте или в Палестине придворные ювелиры царя Соломона местным аристократам, калибром пожиже, делали некие подражания, потому что это тоже хотелось быть красивым. Или это на Шри-Ланке делали эти самые подражания и впаривали за ешем куксан. Ну это же как минимум должно быть производство цветного стекла, правильно? Да. Но это не сложно. Нет. Производили вообще все. Не то чтобы, конечно, все это по меркам бронзового века хай-тек, безусловно. Но очень много кто производил. Это не беном Ньютона, прямо скажем. А расскажи, пожалуйста, пару слов про греков и римлян. Присутствие на Шри-Ланке было ли торговое? Оно было присутствие греков и римлян, потому что и греки, и римляне это уже никакая не бронза, это развитый железный век. И там было все в порядке с мореплаванием. Сначала были огромные проблемы, потому что не была установлена сезонность мусонов. И заходить вот сюда, через Красное море, в Индийский океан можно было, это было просто опасно. Нужно было идти только вдоль берега, каботажным способом. И все это было связано с проблемами. А во втором веке, оставить? Да, правильно. В начале второго века открыли и вычислили точно сезонность мусонов. И с тех пор тут римляне были просто на постоянной основе. Но они бывали и сильно раньше, потому что мы смотрим, когда и на Ланку, и в Индию, и так, знаешь, вплоть до Вьетнама, мы там имеем находки массовые римских и греческих древностей. Во-первых. Во-вторых, например, один деденька, француз, в конце 19 века, военный, конечно же, не вылезай, даже не то, что со Шри-Ланки, а с Камбоджи, он собрал уникальную коллекцию римских монет. Прям в Камбодже. Я такого не знал. Очень много такого на самом деле, и я по этому поводу могу рассказывать часами. Ну, короче говоря, они знали, где Шри-Ланка. Это еще Павсаний писал, прям показывал, где она. Это писал Птолемей уже в наше время. Закр Павсаний. Географ греческий. Помпонии Мелла, даже у Помпонии Мелла карта была нарисована, ее в 17 веке. Оригинал не дошел, а в 17 веке ее видели, напечатали. Они знали, где находится Шри-Ланка, они прямо указывали и называли, что там, да, там одно из мест, где можно таскать драгоценные камни. Об этом все знали и любили ее за это. В отличие от индусов, они не думали, что там живут демоны. То есть, представляете, ребята, вот люди, население страны, да, торгуют камнями тысячи лет, получается. Ну, как минимум 4 тысячи лет уже там торгуют. Ну, 4 тысячи лет, представляете, какой у них опыт в плане кручу-верчу, обмануть хочу, криминал, грабежи. Не знаю, как было раньше, сейчас там ситуация какая. Значит, полиция, опять же, с точки зрения государства, так как это практически народный промысел, добыча, обработка камней, это никак не лицензируется и не облагается никакими налогами вообще. То есть, если ты нашел на территории своего огорода камень за миллион долларов, его продал, государство говорит, молодец, повезло тебе, поздравляем. То есть, ни одного процента налогов не просят вообще, это круто. Значит, криминальной преступности какой-то организованной, связанной с драгоценными камнями там нету. Но, естественно, как и во многих странах Азии, да, например, самые главные бандиты это полицейские. Поэтому полицейские знают, например, что вот у тебя есть добыча, да, и ты добыча там, а живешь ты вон там. Они ставят пост в каких-то местах, где часто туда-сюда ездят участники добычи, и под видом просто проверки документов, потом могут сказать, что какая-то сводка, ты вроде похож на кого-то подозрительное, могут тебя обыскать и произвести конфискат. Нет, просто отобрать камни, больше никогда ты их не увидишь вообще. То есть это есть, и этим занимаются даже люди, которые, казалось бы, на виду всего мира, сотрудники международного аэропорта в Коломбо. Вот, то есть вывоз не запрещен, не запрещен. Но вот смотри, какая ситуация. Ты приезжаешь в аэропорт, у тебя через два часа самолет, у тебя говорят, что, слушайте, а мы ваши камни вынуждены взять и проверить, и через неделю можете их забрать. Вот, как бы, какой шанс, что ты останешься или вернешься через неделю, если ты не живешь в Нью-Йорке. Скорее всего, ты улетишь, больше уже не вернешься. И, как бы, плюнешь на эти все камни и все. Вот, значит, криминала очень много какого, прям вот именно грабежей, крышеваний никогда не слышал вообще. То есть совершенно безопасно, не знаю, может любой человек с камнем ходить по улицам, вот так вот его держать на виду. Никто не подойдет, не будет его пытаться вырвать или там застрелить кого-то, да, то есть такого нет. Но зато обмана просто нереальное количество, просто вообще космическое и, в первую очередь, со стороны полицейских. Поэтому очень многие жители, значит, разработали такой стратегический момент, отгадай, как они привозят камни, особенно ценные. Сразу в кольцах? Нет. За щекой. Его же видно в кольцах. За щекой, правильно. А почему? Ну, потому что тебе в рот не полезет, там противный вообще, за нас. Нет, там полезет и в рот, и не только в рот. Это же полицейские, это же полицейские, они же любят везде лазить. Почему? Товарищ, найдя особо ценный камень, едет на мотороллере домой, видит, что блок-пост стоит, он делает так. Ага, можно быстро созрать его. Да, а дома его достает. Мне в первый раз, когда я приехал на Шеланке, прям поделились этим методом, говорят, вази камни только во рту. Вот, то есть это один из методов, который они используют. Ну, естественно, полицейские об этом знают, поэтому они могут тебя взять и посадить на карантин на несколько дней. Вот, в помещении, где нет унитаза, и как бы со всеми вытекающими. То есть там тоже, видите, больше такой полицейский криминал, да, как и в Вьетнаме. Способов, методов обмана громадное количество, очень много, но именно вот мы про них сейчас не говорим, да. Как они там друг друга обманывают, обманывают туристов, клиентов. Мы говорим, мы спрашивали именно про каминал, про ОПГ, крышевание, рэкет. То есть такого там нету, просто могут полицейские прихватить и что-то у вас забрать. Но в этом плане нас очень сильно интересует Мадагаскар. Там прям вообще огонь. Вот то, что в России, это вообще детские сказки по сравнению с Мадагаскаром. Значит, там какая ситуация? Вот Мадагаскар действительно бедная страна. Я регулярно продолжаю встречать на просторах интернета людей, которые считают до сих пор, что Таиланд бедная страна. Вот, ребята, вам сейчас расскажу про Мадагаскар. На просторах интернета я прям... Приезжают друзья, которые побывали в Таиланде, наслушавшись, так сказать, от меня различных восторгов. Потом приезжают, показывают фотки, говорят, господи, тут все живут в хижинах из листового железа. А так живут рабочие, которые приехали из Бирмы, из Камбожа, из Лаоса, работают на стройке, естественно. Нелегально в основном. Да, вы об этом не знаете. Так вот, на Мадагаскаре довольно успешным, то есть такой, скажем так, верхний сегмент среднего класса, считается человек, который зарабатывает 2 доллара в день. Два. Соответственно, уровень преступности просто гигантский, промышленности нет, производства нет, зарабатывать особенно не на чем, поэтому вот там как раз по полной программе присутствуют вооруженные грабежи. У меня товарищ есть, Таец, он чем занимался всегда, он берет несколько сот тысяч долларов, ну, он такой, миллионер как бы, да, летит на Мадагаскар, закупает там просто, допустим, 200 килограмм необработанных камней от того, что забыли за месяц. Закупает, привозит Таиланд, сортирует их, греет, про нагрев камни у нас есть отдельное видео, гранит и продает, и на этом у него получается довольно хорошо зарабатывать. Ну вот он уже давно туда летает, и он нанимал вооруженную охрану прям автоматчиков, там вообще нужно обязательно нанимать автоматчиков, без этого никак, потому что смотри, вот... Таиландчики не пойдут. Нет, смотри, 2 доллара в день, айфон, который стоит полторы тысячи долларов, если он украдет, это сколько он может лет, даже если он долларов за 800 продаст, там, или за 500, вот, все, считаю, он... 250 дней уже можно не работать. Почти год, да, без работы. Ну, то есть, если ты где-то светанул, там, какой-то пачкой долларов, не дай бог, там, допустим, 5 тысяч, 10 тысяч, это... тут же об этом узнают какие-то криминальные группировки местные, и, в принципе, ради этих денег они весь отель могут пристрелять, в котором ты остановился, и это действительно происходит. Вот этот товарищ мой нанял вооруженную охрану, но тут же видишь, в чем проблема. Надо еще охрану от охраны на тебя принимать. Как узнать, на всей стране будет охрана, и не спровоцируют ли они сами вообще эту всю акцию полностью. И вот, он с еще 8 партнерами, и там, что-то с 6 или 8 охранниками, автоматчиками, сидели, обедали в кафе, туда зашло 26 вооруженных человек, направили на них автоматы Калашникова, и, собственно, те все сделали вот так, ну, потому что, как бы, смысла начинать перестрелку никакого не было, ясно, что большая часть погибнет, и у них забрали там, у него лично, вот у моего товарища, забрали около 200 тысяч долларов тогда. Удачно заехал. Да, то есть это вот Манагаскар, там в этом плане очень весело, многие мои товарищи, знакомые сразу по приезду, и мне тоже эти методы нравятся, покупают автоматы пистолета, нанимают охранников, охранник берет 15 долларов в день, вооруженный, с пистолетом, с автоматом, со всеми лицензиями, да, это считается, но я думаю, что он тоже кому-то отстегивает дальше, но даже если ему 10 остается, это очень круто, то есть он должен проявлять тебе хотя бы лояльность, как минимум. Так вот, поэтому, например, как мы заключаем сделки на Шиванке, в Бирме, в Таиланде мы не покупаем ничего, здесь камни не нашего качества, не нашего уровня, просто приезжаешь на добычу, допустим, говоришь, вот этот, 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 покупаю, едем вместе к банкомату или в банк, снимаем деньги, отдаем, забираем камни, все. Дальше мы спокойно едем в отель, в отелях убираем сейф, из отеля, в отеле сейф их достаем, едем в аэропорт, улетаем, то есть никаких слежек, ничего такого я никогда не видел, не слышал. На Мадагаскаре все намного интересней, значит, сделку нужно проводить только в здании банка, то есть ты говоришь, этот и этот, да, поехали в банк, приезжаем в банк, забираем деньги, если мы их заранее положили в ячейку или снимаем со счета, забираем камни, кладем их в ячейку и выходим, желательно из банка выйти вот так вот и там задрать футболку, вывернуть штаны, эти карманы в штанах, наизнанку, чтобы виду было, что у тебя ничего нет, тебе не надо убивать, вот. Вот. Более того, то есть, а как потом дальше, да, вот ты хочешь домой лететь, ясно, что за тобой следят. Как их вывести? Ты в здании банка вызываешь курьера, допустим, какой-нибудь там, ДиЭчель, да, ему отдаешь камни, и камни улетают домой почтой, а ты... А курьера почему не хлопнут по дороге? Ну, курьер с охраны на броневике. А-а-а, вот. А ты уже такой опять показываешь там, а-та-та, ничего нету, смотрите, да. А ты вот такой улетаешь домой, то есть, как бы, там все сложно, но все еще интереснее. А на Мадагаскаре чудо бывает? О, там вообще все, там рубины, сафиры, топазы, метисты, гранаты. Кстати, на Мадагаскаре, он вообще в плане драгоценных камней, один из перспективнейших вообще регионов в мире. Там, это вот, если на Щеланке уже все давно открыто, да, там камни копают 4 тысячи лет, а может и дольше. На Мадагаскаре это только начали делать, и там постоянно открывают новые-новые-новые месторождения. То есть, буквально вот, там, несколько месяцев назад открыли новые, новое месторождение синих ярких сафиров. Ничего себе, я и не сошел. Да-да, постоянно открывают что-то новое. Так вот, дело еще интереснее. Вот, значит, есть некое место добычи, которое грабят и крышуют, ракетируют местные ОПГ, бандиты. Причем там бандиты, они тоже в спортивных этих вадидасах ходят, не с такими кепками, только они негры. Так все похоже. Но ситуация в чем? Полицейским же тоже хочется денег, и военным хочется денег. Поэтому что они сделали? Ну как, они закрешевали бандитов. Нет, они создали свои тоже ОПГ. И вот там теперь три силы. Это бандиты, полиции и военные, которые регулярно друг друга отстреливают. То есть, у них прям воины, допустим, 3-я пехотная дивизия против 9-го отдела полиции. У них прям реально военные действия, перестрелки, именно проходят какие-то полевые, там, ну, понятно, что там небольшие, допустим, 100-100 человек, да, с двух сторон, за обладание каким-то местом добычи. Были такие истории, что вот мы общаемся, там, допустим, Коля, Вася и Петя. Мы общаемся, 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 приезжаем, закупаем, улетаем, приезжаем, закупаем, улетаем, потом приезжаем, а там сидит какой-то, допустим, Олег. Мы говорим, извините, а где Коля, Вася и Петя? Он говорит, а вот, видите, на холме три бугорка таких, травкой поросшие. Это вот они. Они там, да, это на полном серьезе, то есть, регулярно происходит передел, какие-то районы захватывают военные у полиции, представляешь? То есть, военные отбили у полиции, там, несколько приисков рубинов, например. Потом у военных это захватывают какие-нибудь бандиты, а потом полицейские у бандитов, например. По этой причине на Мадагаскаре нету огранщиков, нету лабораторий. Их перестреляют быстро. Сейчас объясню, я спросил у местных, почему, и нету людей, которые занимаются нагревом камней, да, про нагрев смотрите, поищите, там есть у нас подробное видео, сейчас не будем об этом рассказывать. Почему? Потому что, представь, ну, огранщик и, например, лаборатория, они же будут зарабатывать больше двух долларов в день. Конечно. Может быть, даже они будут зарабатывать, допустим, 50 долларов в день. То есть, они станут богатыми, а богатым человека быть на Мадагаскаре, что? Опасно. Опасно, правильно. Поэтому никто не хочет. Говорят, что открывали много раз, но, как правило, это заканчивается постоянными грабежами, там, да, ты за день заработал целых пять долларов, надо вечером тебя ограбить. И эти люди, все специалисты оттуда уезжали, то есть, их там просто нету. Это, как бы, все печально. С одной стороны, весело, с другой стороны, печально, потому что я часто думаю о том, что, возможно, это один из вариантов будущего России вообще. Это у нас уже даже было, почему будущего? Это конкретный вариант. О, пожалуйста, караш опять заработал. У нас такие полевые условия съемки, очень нравится мне. Да, так у нас это все было, пожалуйста, 91-98 год, это было прям во все поля. Да, ты в это время у нас на родине еще вполне себе жил, все видел, у вас был вроде, я думаю, тоже было весело и интересно. У нас, да, сожгли много заводов и тоже переделы все эти были. Вот, я никаким образом, вообще, никаким местом к криминалу не относился, то есть, вообще, даже рядом. Прямо лично свидетель одной перестрелки, я прям за березки валялся, и, да, там мне пули хлопались так, очень задорно, прям так, х-тинг-х-тинг-х-тинг, из автоматического оружия. И один раз при мне машину взорвали. Вот, наверное, вот все. Молодой человек, не имеющий никакого отношения к Кремля, а просто прохожий. Вот, соответственно, в страну с такой ситуацией не может быть инвестиций никаких, да, и, соответственно, специалисты какие-то там просто задерживаться не будут вообще. Так вот, так вот, продолжение вопроса про то, что если вот девушка или женщина хочет заниматься этим бизнесом, как, чего, где, да, ну, смотрите, в Таиланде безопасно совершенно, то есть, красивая, стройная, длинноногая блондинка может спокойно ехать, закупать, продавать, гранить, производить, и никаких проблем не возникнет, совершенно. В Вьетнаме то же самое, то есть, если вы будете договариваться с местными, там, вот этими семейными, как, как, даже не знаю, группировки, не группировки, как правильно назвать? Тейпы, да, тоже проблем не будет. Ни тайцев, ни вьетнамцев, европейки особо не интересуют в плане, там, озабоченности какой-то, то есть, у них вообще культ японок и кореянок. Об этом мы подробно поговорим в наших роликах о Юго-Восточной Азии с Кримом. Так вот, а на Шиванке, например, категорически не рекомендую, там очень серьезные проблемы с этим. Дело в том, что на Шиванке почему-то так сложилось, там все индуисты, буддисты, очень много совершенно разных христиан, то есть, там и какие-то адвентисты, и церковь Святой Марии, и Иегова, и кого там только нету. Промославных, московской патриархии, нету. Промославных нету только, все остальные там есть. Все вроде как верующие, все молятся, да. Никогда никому не мешают. А мусульман там 4%, но как бы ситуация в том, что там почему-то в плане именно семейных и межполовых отношений практически повторяется наш Кавказ, только даже в такой, знаешь, более агрессивной форме, что имеется в виду, все браки договорные, такого понятия, как мы с этой девушкой встречаемся, да, их как бы нету. То есть, я однажды им что-то рассказывал, говорю, что я и моя девушка. Они говорят, ты имеешь в виду жена? Я говорю, нет. Они говорят, а что означает девушка? Я говорю, ну, это вот девушка, с которой мы вместе там живем, ходим в кино, допустим, там гуляем. Проститутка какая-то. Ну, мы не женаты. Они долго не могли въехать. Значит, у них нет свободных отношений, нет свободного какого-то секса, нету такого понятия, как гражданский брак или просто проживание совместное. То есть, там, если ты хочешь переспать с женщиной, на ней надо жениться. Ты можешь, допустим, напоить там какую-то девушку, образно говоря, отвезти ее домой и все с ней сделать. И утром к тебе придет ее брат, второй брат, третий брат, папа, дядя, дедушка, сосед дяди, сосед папы. И ты или женишься, если у тебя есть деньги, потому что это все стоит денег, да. Или тебя могут убить, причем мне сказали, что полицейские скажут, что, ну, в принципе, ребята, вы правильно поступили. Давайте, там, замьем дело. Или давайте вам дадим условно, там, допустим, пару лет. То есть, как бы такая ситуация. Поэтому девушке там находиться крайне опасно одной, да. Даже если девушка с парнем и парень, не знаю, я много раз наблюдал в окно в отеле там такую ситуацию. Девушка с парнем, европейцы, вышли на пляж, парень пошел попал. Вокруг девушки сразу попал по местных жителей, там, такие. Вот. То есть, население, скажем так, озабочено этим вопросом довольно сильно. И, как бы, это все опасно. То есть, девушки находиться одной там не рекомендую, с Мадагаскаром тоже самое. То есть, мы для них экзотика, вернее, наши женщины белые, да. Значит, что нужно? Нужно с собой брать какого-то мужчину, от него не отходить ни на шаг вообще. Вот. Так нормально. Тогда они относятся как-то с уважением, потому что там за это убивают, да, насколько я понимаю. И не подходят, ничего не спрашивают, никуда не зовут. У нас было пару историй, что я там в туалет зашел в отель, а Верона стояла возле отеля, пока я был в туалете пять минут. Она чуть два раза там замуж не вышла. То есть, тут же подходят женихи. И причем, тут действуют очень агрессивно, очень активно. Мы один раз поехали с сотрудницей. И водитель просто увидел, что я вроде как с женой, а эта девушка одна. И он увидел, в каком она поселилась в номере, ночью там начал к ним номер ломиться. Типа, пусти, у меня к тебе есть там срочный какой-то разговор. Но, в принципе, вот берите модель нашего Кавказа. Вот если у нас девушка одна поедет куда-нибудь, могут быть проблемы. Да, не будем называть регионы. Вот, проблемы могут быть. Плюс, что нужно, да, чтобы вот этим заниматься. Во-первых, нужно очень много времени, потому что на рынках продают всякую фигню. Ну, то есть, на рынках продают камни, которые они сами не смогли никому продать из своих там родных, перекупщиков, родственников и т.д. и т.п. То есть, по сути, некондицию, да. Хорошие камни расходятся только между своими. Например, в Вьетнаме там вообще очень четкая ситуация, что вот мы, допустим, сейчас наша очередь добывать. Мы добываем и продать мы можем только там Оле и Толику, да. Почему? Потому что мы не можем продать налево. Деньги идут из семьи. Мы должны им дать заработать. Если мы продадим кому-то, каким-то незнакомым людям, даже дороже, а они останутся без заработка, это типа как неправильно. В семье считается, и камни расходятся между своими. Поэтому нужно иметь очень много времени, чтобы в эту семью стать как бы в дальнем круге из семьи. Да, то есть мы вот очень много лет ездили на свадьбы, на дни рождения, приглашали их гостя, они к нам приезжали. Мы их встречали, поили, кормили, спать укладывали и все такое. Только тогда мы проникли. Для этого надо иметь много времени, соответственно, нужны деньги, потому что это нужно летать, где-то жить, на что-то питаться, да, и дарить подарки всей. И там, опять же, если вы пришли в семью, вам показали много камней, вы вообще ничего не купили раз, второй раз, третий раз, потом вам просто больше ничего показывать не будут. Это, в принципе, оно так везде действует. И именно, если уже мы говорим о процессе, то надо обязательно знать английский. То есть вот все, кто мне пишут, как начать. Вот, начать с английского, учите английский, без английского вообще никак. И нужно обязательно водить мотороллер или мотоцикл, лучше мотоцикл, потому что очень много регионов, куда на машине не попасть вообще никак. Мы выкладывали, опять же, видео, да, где в Вьетнаме там вот по таким тропинкам, по горным все ездят. Если мы ехали на мотороллере, там, пять часов, например, ну, пешком идти это дня четыре, наверное. Вот ты, кстати, не сможешь. Не, не смогу. Да, ну я тебя довезу, не бойся, сзади сядешь. Вот, вот, собственно, мы ответили коротко на ваш вопрос. У нас в ближайших планах еще добыча на Барнео в Индонезии, да, но я, вот, честно, там пока не был ни разу. Там нашли в декабре, в декабре нашли в центре острова, там, где живут племена, да, Яки, ты знаешь про них, да, там на дне реки, в Иле, речном, нашли очень большие залежи цветных бриллиантов. Вот, мы собирались, собственно, туда в начале лета, но вирус пока все нам... Победил. Да, пока наши планы сдвинул. Так, по вопросам вроде все. У тебя есть какие-то вопросы? Я до сих пор не понял, я с этого начал. И завершу тем же самым вопросом, как так получается, что вокруг добычи драгоценных корней не складывается устойчивых преступных групп, кроме Мадагаскара. Конечно, с Мадагаскаром сразу все понятно, все очень понятно, знакомо и правильно. А вот Шри-Ланка, Вьетнам, как там так получается, что... Нет, ладно, Вьетнам коммунистический, там все сложно с этим делом. А так, мне кажется, что вокруг любой добычи тут же должна быть мафия, прям тут же. Смотри. Которая будет держать все вообще, от добычи до огранки избыта. С одной стороны, я думаю, что я бы мог сказать тебе, что это климат. Типа, везде полно еды, заморачиваться не стоит, всегда лето, одежда теплая не нужна, поэтому зачем придумывать какие-то сложные рисковые схемы, да, если можно просто спокойно жить. Но тут есть небольшая проблема. Самые лучшие в мире изумруды добывают в Колумбии. Да. И там тоже очень положительный климат, все растет, цветет, пахнет, несколько раз в году собирает в виде урожай. В том числе урожай коки. Да, но там почему-то бандиты, которые крышуют все, что связано с изумрудами, расстреливают людей, воруют их с места добычи, есть. Да, роман с камнем. Помнишь был фильм, когда у нас про изумруд по-большому в Колумбии? Да. А здесь вот нет, ну, я делаю поправку, наверное, местный менталитет, то есть, опять же, много общался со вьетнамцами, с ланкийцами, с тайцами уже 20 лет общаюсь, но вот как-то это не в их духе, то есть, устроиться полицейским и просто их отнимать у людей из карманов, это просто, понимаешь, тут не надо никаких схем, а создать какой-то ОПГ, крышевать, оббирать, потом уже надо куда-то продавать. Для этого, вот смотри, ты бандит, да, ты у меня отнял камни, ты пошел их продавать, любой скупщик тебя ведь обманет. Он скажет, слушай, да это вообще ничего не стоит, вот этот стоит 100 долларов, это вообще выкинуть и это выкинуть. Ну, понятно, поэтому у меня будет, я буду не один, конечно же, у меня будет специальный человек, который будет, если что, ломать ноги скупщиков. Да, но как ты узнаешь цену, то есть, как бы, моя версия, что это слишком сложно, то есть, нужно хотя бы начать в этом разбираться, хоть чуть-чуть, иначе тебя... Обманут твои же партнеры, скупщики, перекупщики, люди, которым ты будешь это дальше сливать. Вот, это моя версия. А для вьетнамцев, для тайцев, для вангийцев что-то изучать, чтобы, возможно, в будущем заработать, а может быть и нет, это не точно, да. Мне кажется, что это сложновато. Я не знаю, как в России весь этот бизнес криминально устроен, люди, которые крышуют, там, допустим, этих добытчиков нелегальных изумрудов, они разбираются в изумрудах, или им это не нужно, или они разбираются хорошо в бейсбольных битах, как бы, этого достаточно. Я, честно, не знаю, поэтому ничего не могу об этом сказать. Ну, вот здесь нету этого, как бы, вот, действительно, просто нету и все. Хотя, казалось бы, здесь, в отличие от той же самой Якутии, на камнях можно было бы в криминальных структурах, учитывая, что они некоторым образом отделены от государства, зарабатывать просто нереальные деньги. Потому что, я говорю, в Якутии, там по этим снегам, где нужно, извините, посрал, лом с собой брать, чтобы отбивать от себя какаху, вот там такие схемы крутятся по этому поводу, ты вообще близко к добыче не подойдешь, мимо местного авторитета или полковника ФСБ, там, КГБ, что, в общем, тоже очень авторитетный человек считается. На Щеланке, как бы, там на каждом огороде практически добывают камни, и с полицейскими, страна-то маленькая, да, а с полицейскими все родственники, легко наводить контакт, договориться, чтобы, допустим, я на тебя наехал, ты упошел в полицию, а они пригласили меня на беседу с тобой, да, дополнительно, вот, то есть, все легко, но как-то вот этого нету, то есть, какое-то упущение, нужно туда срочно отправить наших людей. Да, знающих людей, они там все организуют. Вот, я надеюсь, я ответил на ваши вопросы, мы с Климом, да, мы старались. Пишите еще вопросы, пока мы сидим дома, можем вам еще чего-нибудь порассказать всякого разного. Прощаемся? Да, счастливо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова